Всем привет! С вами Encrypted. Блокчейн принес в реальный мир множество инноваций. Некоторые мы уже освещали в своих видео, а каких-то еще предстоит рассказать. Сегодня же мы поговорим о play-to-earn играх. Эта концепция превращает игрока в инвестора и позволяет зарабатывать самые настоящие деньги. Поехали! Итак, что такое play-to-earn? Концепция play-to-earn появилась как альтернатива привычным схемам play-to-win. Главная особенность в том, что игрок становится реальным владельцем всего, что он создает или получает в виртуальных мирах. В этом помогает совмещение технологий блокчейна и в некоторых случаях метавселенных. Сама концепция специальных игровых валют не новая. В тех же симсах за симолеоны мы могли купить что угодно, от пиццы до дома. Но за пределами игры такие накопления не имели ценности. А в play-to-earn мы зарабатываем токены в обмен на время и усилия. Все, что мы тут создаем, превращается либо в токены, либо в NFT и принадлежит только нам. И что самое интересное, такие активы потом можно продавать на биржах и конвертировать в реальные деньги. Давайте сравним концепции play-to-earn и play-to-win. В play-to-earn игрок может владеть частью игрового пространства, покупкой земель, активом, персонажами, уникальными предметами и прочим, правом голоса, управляющие токены, частью инвестиций. Токены NFT гарантируют пожизненное право собственности. В play-to-win же игроки не имеют права собственности. Законный владелец – это разработчик. В play-to-earn активы можно продавать на бирже. А вот play-to-win артефакты можно было продавать на серых биржах, но это чревато блокировкой аккаунта. Производитель не дает нам законное право распоряжаться активами. В play-to-earn стартовый капитал – это своего рода инвестиция, хотя и рисковая. В play-to-win же все покупки мы делаем для победы и удовольствия, а не для инвестиций. В play-to-earn возможность совместить игру и реальный физический бизнес. Например, владелец реального магазина создает виртуальный бутик в Metaverse и продвигает собственный бренд. Это вполне возможно. А в play-to-win это закрытый мир только для гейминг-сообщества. Play-to-earn подходит не только к геймерам. Здесь можно просто купить недвижимость или хранить деньги, как депозит, ну или стейкинг. Play-to-win только для геймеров. В play-to-earn есть проекты модели DAO, то есть с децентрализацией и открытым исходным кодом. Тут игроки могут не только владеть персонажами, но и принимать управленческие решения. В play-to-win, опять же, единственный владелец – это разработчик игры. Чеклист для проверки play-to-earn. В последнее время play-to-earn начали расти, как грибы после дождя. Не мудрено, ведь сектор привлек миллиарды инвестиций, и многие тоже спешат отхватить свой кусок пирога. Поэтому нужно внимательно проверять проект по нескольким параметрам. Разработчики, блокчейн-платформы, поддерживаемые кошельки, рейтинг, количество игроков и активность. Рейтинги можно смотреть на допродари. Капитализацию, стоимость токенов можно проверить на таких сайтах, как CoinGecko, CryptoRank и подобных. Мы разобрались, что такое play-to-earn, а теперь давайте посмотрим, как все выглядит на практике. Вот 10 примеров проектов, построенных на этой модели. В списке мы постарались охватить все типы сюжетов и механик. От простого Minecraft-стайла и ферм до сложного MMORPG. Тут есть старые проверенные проекты, еще не выпущенные игры и те, о которых говорят в игровых сообществах. А также мы поинтересовались мнением экспертов. Начнем с проекта StarAtlas. Сайт staratlas.com, движок Unreal 5, блокчейн Solana. Дата выхода 2022 год. Есть два токена, Atlas и Polis. Atlas это внутриигровой, а Polis токен управления, а также NFT-шки. Если вы фанат MMORPG игр, то вам стоит обратить внимание на StarAtlas, построенный на блокчейне Solana. Если верить создателям, то это будет грандиозная стратегическая игра, посвященная исследованию космоса, завоеванию территорий и политическому господству. А концепция метавселенной объединит главные аспекты традиционных игр и блокчейн-механику. NFT-предметы и космические корабли, строительство станций, поиск ресурсов и самое главное участие в боевых действиях. Тот набор, который по словам разработчиков не даст нам заскучать. События разворачиваются в футуристическом мире 2620 года, где существуют три вида рас или фракции, инопланетные, андроиды и человеческое. И все они сражаются между собой. Главный прорыв в том, что тут впервые задействуется графика с технологией Nanite от Unreal Engine 5. Поэтому, если вас не устраивают простые игры в стиле Minecraft, стоит дождаться выхода этого проекта. Они обещают, что станут убийцей EVE Online. Почему этот проект в нашем списке? Во-первых, поддерживается одной из крупнейших бирж FTX. Графика и движок Unreal Engine 5. Ну и хорошее партнерство. О партнерствах ниже в комментарии. Я бы обратил на этот проект внимание по двум причинам. Во-первых, партнерство с Perosoft. Кто разбирается в геймдев, понимает о чем речь. Этот провайдер приложил руку к Assassin's Creed, Call of Duty, Halo, The Rainbow Six и прочим. Это значит, что они точно доведут проект до конца. И он ни в чем не будет уступать современным играм. И вторая причина в очень обширной экономической составляющей. Они даже прописали экономику в отдельном документе на 38 страниц. Второй проект в нашем списке – The Sandbox. Сайт Sandbox.game, движок Unity, блокчейн эфира, дата выхода – 2020 год, токены Sand и NFT. Sandbox – это игровая платформа и целый виртуальный мир на основе блокчейна, который позволяет игрокам монетизировать свои активы и свой игровой опыт. По сути, это децентрализованный аналог Minecraft и Roblox на блокчейне эфира. Игроки создают цифровые активы в виде NFT и развивают на их основе уникальные игровые вселенные, используя различные элементы – воду, почву, людей, технику и прочее. Этими элементами можно торговать на внутреннем маркетплейсе, обмениваться с другими игроками, а также привлекать других пользователей играть в игру, созданную на вашей земле. То есть Sandbox дает игрокам и контент-мейкерам децентрализованную и интуитивно понятную платформу для создания захватывающих миров игрового опыта, а также для безопасного хранения, торговли и монетизации созданного контента. Чем хорош The Sandbox? Крупные компании активно участвуют в проекте, инвестируют, пиарятся на платформе. Полная свобода действий. Метавселенная открыта для самовыражения. Реальные возможности для монетизации. Более подробно о всех преимуществах The Sandbox смотрите в нашем отдельном полном видеообзоре. Комментарий от основателя гильдии Crypto Gaming Pool Артема. The Sandbox – самая распиаренная песочница в крипте. Настолько распиаренная, что выходит за рамки блокчейн-тусовки, привлекая огромные инвестиции, звезд и крупные бренды. The Walking Dead, Adidas, Snoop Dogg, Atari, Smurfiki, South China Morning, Post, Deadmau5, Opera и все самые топовые компании в крипте стараются попасть туда. А раз в проект инвестировали крупные компании, он точно задержится надолго. Третий в нашем списке – Axie Infinity. Официальный сайт axieinfinity.com. Дата запуска – 2020 год. Блокчейн эфира, токены Smooth Love Portion SLP, Axie Infinity Shard, AXC и NFT-шки. В последнее время вокруг Axie Infinity разгорались нешуточные страсти. Ведь мир с завистью читал новости о том, как безработные филиппинцы вложили последние деньги и не прогадали. Бедные игроки зарабатывали на своих персонажах месячный доход. Кто-то даже умудрился предлагать стипендии для входа в игру в обмен на часть прибыли. Такое вот крепостное право в современной блокчейн-интерпретации. Axie Infinity – довольно простой геймплей. Однако точно нужно понимать, что для начала игры необходимо купить персонажа Axie. Далее мы либо разводим этих покемонов, либо участвуем в боях и изучаем территории. При размножении важна генетика. Если умудритесь вывести персонаж с уникальными характеристиками, то можете продать его за хорошую сумму. По последним данным, у игры более 600 тысяч активных пользователей в месяц. Причина этому – довольно интересное решение в построении экономики. SLP-токены понадобятся для выращивания новых персонажей. Чтобы получить их, необходимо выполнять ежедневные квесты и участвовать в сражениях. Эти заработанные активы можно свапнуть на бирже на другую криптовалюту или вывести в реальную фиатную валюту. Axie Infinity – токены можно получать благодаря PVE-режиму. Выводить их можно точно так же, как и SLP-токены. Выращивание персонажей с возможностью перепродажи. А также у вас есть возможность купить землю. Лично ваше место на карте может монетизироваться посредством собирания ресурсов. В партнерах проекта находятся такие громкие имена, как Ubisoft, Binance, Samsung и другие. Кстати, если вы хотите отдельный обзор на Axie Infinity, то напишите об этом в комментариях. Следующий проект – Alien Worlds. Официальный сайт – alienworlds.io. Дата выхода 2020 год – блокчейнный VAX, Binance Smart Chain и ETH. Токен Trillium, TLM и 4 вида NFT-шек. Этот DeFi Metaverse занял первое место в рейтинге DAPRADAR. И на то есть множество причин. Во-первых, в отличие от тех же Axie, вход сюда бесплатный. Во-вторых, это первая игра, которая работает в трех блокчейнах – VAX, BSC и ETH. Ну и, наконец, тут интересная, хотя и немного сложная игровая механика. Сюжет охватывает 7 планет. Каждая из них – это децентрализованная автономная организация – DAO. Заданий и вариантов очень много. Можно майнить TLM, можно торговать токенами или NFT, прокачивать персонажа или управлять планетой. Сейчас в эту игру играют более трех миллионов участников, а провайдер создает новые планеты и не собирается останавливаться. Игра также обзавелась серьезными партнерами, среди которых Binance, Animoca Brands и LD Capital. Пятый пункт нашего списка – Blankos Block Party. Официальный сайт Blankos.com. Пока игра доступна только для ранних пользователей. Токены Blankos Bucks. Есть внутренняя биржа Mythical Marketplace. Blankos – это проект, возглавляемый Mythical Games. А Mythical Games была основана ветеранами индустрии студии Activision. Blankos Block Party – это аналог Roblox, но в более крутом оформлении. Тут все строится вокруг вечеринок. А чтобы получить пригласительный, нужно выполнять различные задания. За токены Blankos Bucks можно покупать предметы NFT, которые потом торгуются на внутренней бирже Mythical Marketplace. В целом, это все-таки больше похоже на песочницу, наподобие The Sandbox, но с более привлекательной графикой и сеттингом в стиле уличной культуры. Граффити, кроссовки, татуировки и музыка. Стилизация великолепна, а сами Blankos созданы в сотрудничестве с лучшими дизайнерами и художниками современности. Эта игра достойна внимания, потому что тут есть вариативные механики, можно создавать свои уровни в игре. Это как огромный парк развлечений, принадлежащий игрокам. У проекта профессиональная команда и большие инвестиции. Наш эксперт Артем комментирует, игра будет использовать протокол EOSIO для своего блокчейна с мостом EVM, что позволит играть практически на любом блокчейне. А значит, тут не будет платы за газ, ручной подписи транзакций и других раздражающих моментов. Кроме того, разработчикам удалось спрятать блокчейн настолько, что он вообще не заметен при игре. Проект явно массовый с потенциалом на десятки миллионов игроков, как The Sandbox, Minecraft или Roblox. Следующий проект Splinterlands. Сайт splinterlands.com, дата запуска 2018 год. Токены DEC, их можно выводить. Токен SPS, токен управления. И Credits, донатные токены для покупок в магазине. Выводить из платформы их нельзя. Ну и NFT-шки. Блокчейны Tron, Ethereum, Vax и Hive. Splinterlands – это цифровая карточная игра, основанная на блокчейне Hive. Сейчас она занимает второе место среди самых успешных проектов по версии DAPRODAR. Тут участник собирает свою собственную колоду и убивает соперников. За выполнение ежедневных заданий положены новые карты, разные их комбинации улучшают персонажа. Есть квесты и турниры. Игра делится на сезоны, а в финале проходит марафон с крупными наградами. Как всегда, зарабатывать можно разными способами. Продавать или сдавать в аренду годные карты, торговать разными NFT на внутреннем рынке игры, а также на платформе присутствует стейкинг. Седьмой пункт нашего списка – Minds of Dalarna. Сайт mindsofdalarna.com, дата выхода 2021 год. Блокчейн, Binance Smart Chain. Токены DAR и NFT. Это экшен на блокчейне Binance Smart Chain. Он перенесет нас в еще один мир неизведанных земель. Но для начала нужно выбрать одну из двух фракций – шахтеры или землевладельцы. Если вы землевладелец, то должны купить землю – лед, лава, тьма или земля. Она продается в виде NFT. А если вы шахтер, то купить стартовые инструменты – кирки и кислородные пакеты. Шахтеры будут осваивать шахты в поисках ресурсов и редких артефактов. А землевладельцы дают свои земли и ресурсы, устанавливают налоги и следят за общим порядком. Чем успешнее эти две фракции обустраивают свои земли, тем лучше будут их ежемесячные показатели. За хорошие показатели положены награды. За плохие – штрафы. На днях игра выпустила обновления, и тут появились модификации инструментов, а также продлился срок их существования. Токены используются для стейкинга, децентрализованного управления, продажи артефактов, аренды земли и торгов на внутриигровой бирже. Следующий проект – My Neighbor Alice. Сайт – myneighboralice.com. Разработчик Antler Interactive. Дата запуска – 2021 год. Блокчейны – BSC и ETH. Токены – Alice и коллекционные NFT-шки. Многопользовательская игра My Neighbor Alice посвящена созданию и развитию собственной фермы. Тут пользователи осваивают виртуальные острова и их обитателей, ведут хозяйство, находят новые артефакты и все в этом духе. Alice – токен, построенный в сети эфира. Его можно получить в игре разными способами. Например, за участие в мероприятиях и конкурсах. Для фермеров есть система репутации, поэтому если вы хороший хозяин, то получите дополнительные награды. Количество земли ограничено, поэтому курс токенов меняется. Также тут есть внутренняя биржа NFT. Пользователи могут заниматься стейкингом, сдавать в аренду земли или оборудование. Девятый пункт – Nine Chronicles. Сайт – ninechronicles.com. Дата запуска – 2021 год. Разработчик – Planetarium в партнерстве с Ubisoft. Блокчейн – LeapPlanet. Токены – NCG и специальные нефтишки. Nine Chronicles – это MMORPG с открытым исходным кодом на собственном блокчейне. Оно управляется самими игроками и напоминает жанр аниме. Игровой процесс похож на MapleStory и Dungeon Fighter Online. Для развития персонажа нужно добывать лот, улучшать экипировку и участвовать в боях по системе PvP. Nine Chronicles является полностью децентрализованным проектом. Он управляется сообществом и имеет сложную экономику спроса и предложения. Создатели выпустят не более 100 миллионов токенов. Кстати, с каждой сделки они взимают 8% комиссии и направляют в хранилище. Таким образом, они снижают циркуляцию игровой валюты. Не так давно в проект вложилась компания Binance Labs. А значит, скоро сюда добавят интеграцию с Binance Smart Chain. Дополнительные токены для новых игроков. Эксклюзивные внутриигровые скины NFT для биржи Binance NFT. Ну и последний проект в нашем списке – Illuvium. Дата выхода – 2022 год. Блокчейн, эфир. Токены ILF, SILF и NFT. Есть внутренняя биржа Illuvidex. Illuvium – одна из самых ожидаемых ролевых игр с открытым миром. Игроки будут путешествовать по трехмерной фэнтези-вселенной. Отлавливать местных монстров – Illuvium, а их тут огромное количество разных мастей. А также выполнять квесты и прокачивать персонажа. Основная механика проекта базируется на апгрейде своих Illuvial'ов и участия в PvP-боях по системе Preset Battle. Иллювиалы созданы в виде NFT. Каждый персонаж имеет род и класс. 5 родов и 5 классов. С уникальными, сильными и слабыми характеристиками. Используя грамотную расстановку, игрок будет успешно проходить батлы и улучшать уровни. Кстати, стартовать можно бесплатно с уровня 0. Но развив персонажа хотя бы до уровня 1, его можно продать. Токены ILF можно получать за выполнение квестов или продажи предметов на внутренней бирже. Формат PlayTourne строится на интересной философии. Они обещают нам открытые игровые миры, которые не принадлежат какой-либо конкретной организации. Они обещают нам реальное владение артефактами и свободу рынка. Но что-то подсказывает, что этот дивный новый мир превратится в еще одну копию нашей с вами жизни. И не важно, как мы будем использовать эти миры. Для инвестиций, заработка или развлечений. Давайте не забывать, что это игра и побеждают здесь либо самые умные, либо самые удачливые. С вами был Encrypted. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok